Вот чего я не возьму в толк, так это почему можно пользоваться электричеством, автомобилями, микроволновками, интернетом, а вот измерительными приборами, которые определяют точную дату наступления Рамадана пользоваться нельзя. За много лет никто на этот вопрос так мне и не ответил, говорили много и пространно, но по сути так ничего и не сказали. Сегодня дата назначения праздника Ураза Байрам стала камнем преткновения у такого большого количества людей, что думаю, исламским лидерам придется найти какой-то выход, иначе они просто будут терять к себе доверие. Вы смотрите программу за скобками и веду ее я, Магомед Тагерк Муртазалиев. Вечером 3 мая в королевстве Саудовской Аравии увидели новую луну. Следовательно, Верховный комитет КСАА бевил 4 июня днем Ураза Байрам. Все замечательно. По моему мнению, даже если праздник случится на один день позже или раньше, ничего страшного не случится. Это же праздник, а не похороны. А к празднику всегда можно подготовиться заранее. Насколько я понимаю, все основные продукты запасливые хозяйки покупают еще за пару недель до Байрама. Все ведь прекрасно знают, что накануне Уразы цены на все поднимутся в разы. Поэтому бежать в последний день на оптовый рынок или в магазин основной части верующих не приходится. Однако в этом году мы увидели настоящую истерию по поводу того, когда же все-таки случится у Роза Байрам. То, что во всем остальном мире воспринимается как прекрасный праздник, у нас стало поводом для скандалов и колкостей в социальных сетях. Четвертого празднуют Вахи, пятого Думдовские, шестого, седьмого и восьмого кайфарики, гласил один из постов в Instagram паблике. Кстати, не только в Дагестане, но и во многих других странах мира праздник разговения отмечается не как в России и Саудовской Аравии 4 июня. Такие страны как Индонезия, Малайзия, Сирия, Иордания, Палестина, Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Мавритания, Казахстан и много других мусульманских стран праздновали его 5 июня. Количество лунных дней в месяце всегда разное. Иногда это 29 дней, иногда 30. Исламский календарь это лунный календарь и людям, работающим по светскому календарю, порою бывает очень трудно к нему приспособиться. По всем астрономическим данным в Европе и в России новолуние наблюдалось 3 июня. Это есть во всех астрономических календарях. Те, кто назначает дату праздника, могли бы и поинтересоваться. Ну если, конечно, у них нет какой-то идиосинкразии на современные способы получения астрономической информации. И в конце концов, каждый месяц мусульманского летоисчисления строится по лунному календарю. Заканчивается один лунный месяц, начинается другой. И Рамадан тут не исключение. Но как получается, что во все остальные месяцы наши алимы согласны с саудитами, а на Рамадан нет? Ой, чё делается? Почему в какие-то отрезки времени все соглашаются с саудовскими указаниями, а в какие-то нет? К примеру, праздник Арафат, который жестко привязан к Рамадану. Его празднуют в последний день хаджа, который отмечается в 9 день 12 месяца мусульманского лунного календаря Зульхиджа. Примерно через 70 дней после окончания месяца Рамадан. Вопросы, вопросы, вопросы. Но самое неприятное из всего произошедшего даже не неудобство, которое доставила неустойчивая дата, а реакция наших земляков на все происходящее. В конце концов, Всевышний видит нас не только сверху, он видит нас еще и изнутри. Но я бы все-таки заострил свое внимание на объединяющем моменте, который лежит в основе любого праздника. Я и от себя лично, и от всей редакторской режиссерской бригады, работающей на проекте «За скобками», поздравляю вас с этим замечательным праздником. Всем здоровья, благополучия и исполнения желаний. Вы смотрели программу «За скобками» и ввел ее я, Магомед Тагер Муртазалеев. Всего хорошего, увидимся на следующей неделе, ведь нам всегда есть о чем поговорить.